приветствую всех на моей кухне сегодня я буду готовить патиссонную икру для этого мне понадобятся сами патиссоны вот у меня три килограмма морковка сладкий перец лук чеснок горький перец вот такой вот стручковый у меня потом помидоры черри томатная паста перец также масло подсолнечное мне понадобится уксус и сахарный песок все постепенно я буду это показывать буду тушить в духовке сначала потом опустошать например сладкий перец от кожуры также помидорчики все постепенно я буду показывать так я начинаю так режу сначала лук все равно будет это перерываться потом потому что это будет сонная это все это буду я потом или же блендер блендером буду пассировать или же в термомиксе смогу его тоже также пассировать превращать в кашицу у меня большие две луковицы здесь 500 граммов отправляю сразу в чашку теперь режу паприку или же сладкий перец по-другому называется также сладкий перец режем вот такие вот дольки потом нужно будет нам убирать кожицу от них после того как они испекутся в духовке паприки я взяла это сладкой три штуки из 5 граммов так вот и так я приготовила лист на него положила пергаментную бумагу сейчас положу сюда сладкую паприку также лук отдельно сюда в сторонке сбрызнуть маслом надо обязательно также на мелкие дольки я порежу морковочку сюда же вот так вот можно поставить вот так вот все это предварительно помыла хорошо видите да так сейчас еще нарежу патиссон и тоже его укладу аккуратно где-то здесь а если сюда не поместится значит я буду еще на один лист все это кажется я наверное еще один лист возьму будет намного удобнее даже сейчас полью масло маслом нужно немножечко вот так вот полить все и ставим в духовку на стою 80 градусов где-то примерно на 30 минут все отправила в духовку теперь продолжаем резать патиссон и их нам нужно будет тоже отправить в духовку как я это буду делать буду показывать середку патиссон и нужно брать ее мы убираем потому что находится семена низ там можно вот тут вот видите она вся в семенах это не нам не нужно мы это откидываем и режем на такие не сильно мелкие дольки вот так молодые патиссон они еще без семян их можно аккуратно тоже вот так вот даже если есть немножко ничего страшно видите уже это мягкое но совершенно уже не нужно но убираем сейчас вам покажу вот так вот я нарезала патиссон и так патиссон и я нарезала отправляю их на лист и обливаю их немножечко маслом растительным вот так вот ставлю в духовку и так как правило я все в духовку видите как у меня уже все тушится там теперь прессовый чеснок на чеснокодавки так чеснок я приготовила теперь буду резать горький перчик для того чтобы порезания перчик я взяла дело перчатки потому что это очень горький перчик семена убираем обязательно и режем мелко так чеснок так продолжаем очищать горький перчик от семян семян семена нам не нужны они очень горькие так вот потом режем кто хочет чтобы было погорче оставляйте кто как любит и так приготовила я все и жду когда уже будет готовы духовке овощи и так мои хорошие вот я вытащила уже свой лист с овощами они готовы и теперь жду пока мизяно остынет потом уберу с них шкурку чтобы можно было потом блендером блендером его все это оперировать но только без шкурки чтоб было так отделяю от перчика кожицу нудная работа но ничего страшного нужно это делать вот так вот вот видите как она хорошо отходит так продолжаю с каждым перчиком делать еще немножко она тепленькая но хорошо отходит все вложу их в сторонку чтоб видно было где уже готовы а где еще не готовы так чищен так чищен и так вот сколько мне кожуры отошло как сказать кожица отошла от сладкого перчика вот он перчик сам с трех штук вот столько получилось а теперь продолжаю обустошать от кожицы помидорчики помидорчиков так вот помидоры помидоры тоже уже готовы и теперь отправляю все в казанчик и так отправила все это в казан теперь теперь вытаскиваю вытаскиваю с духовки и так тоже готовы и видите какие они они уже мягкие такие вот прям можно их вот так вот взять и они посмотрите легко и просто теперь отправляем их в казанчик и тушим ровно пять минут где-то так вот потом берем пассируем блендером что у вас есть нужно обязательно пассировать итак я буду сейчас пилировать превращать в кашицу итак после того как мы я взяла все это пилировала превратила в кашицу теперь сюда отправляю масло растительное здесь у меня сто пятьдесят миллиграмм осталось так также одну столовую ложку сахара черный душистый перец так далее а также томатную пасту четыре ложки столовые сюда же я отправляю горький перчик две головки чеснока которую я на чеснокодавке перерывала не перерывала а выжала все это перемешиваем хорошо и варим час все перемешиваем это так вкусно девчата вот такая вкусняшка будет вот так вот хорошенько все там вот и еще я возьму пять ложек томатной пасты вот этой вот все это перемешиваем и тушим на медленном огне сначала даем ему как следует закипеть и потом тушим час раз и смотрим сейчас оно все как следует размаринуется разойдется не размаринуется разойдется вот так вот как только вы почувствовали что он начало брызгать закрываем крышку и ставим на медленный огонь я поставила свою плиту на двоечку и на медленном газу она у меня тушится ровно будет тушиться час нужно обязательно помешивать даже если оно брызгает девочки а также не забудьте в патиссонную икру положить две столовые ложки соли вот так вот я уже чуть не забыла про соль хорошо что вспомнила если вам кажется что немного мало газа то включите немножко побольше на три или на четыре смотря по вашей плите она и не забываем без конца помешивать а то пригорит ой вкус какой запах я уже попробовала немножечко на ложечке соли достаточно мне если кому-то мало соли пожалуйста добавьте еще немножко горечь потом мы узнаем как она горькая или нет потому что три перчика с семенами можно ложить можно без я положу немножечко это с семенами все равно вначале думаю буду а потом думаю чужие очень горькое так получим горькое немножко о маленький кусочек попал сейчас уберу его все продолжаем далее это так вкусно обалдеть я решила положить еще немножко укропа у меня есть мороженый укроп положу тоже сейчас туда он придаст еще лучше вкус закроем крышкой дальше тушим закроем крышкой дальше тушим приоткрываем крышку и обратно вмешаем так мои родные икра у меня сготовилась ровно час теперь беру отправляем баночки баночки предварительно их на пару подержала все теперь закрываю баночки с мужем мы уже по тарелочке поели икры патиссонные очень вкусное особенно свежим хлебушком это вообще вкусняшка и так всем кому понравился мой рецепт подписывайтесь на канал ставьте лайки буду рада вашему комментариям до следующего видео пока пока а я буду закручивать банки до следующего видео пока пока